Республика готовится к массовой иммунизации от COVID-19. Удмуртия получила новую партию вакцины. Служба дома и в элитных войсках. Удмуртия увеличили квоты. В какие войска, расскажем. Сто чудес Вавожского района. Местный музей попросил жителей поделиться семейными реликвиями. И снова победа. Помощник пожарных из Дебевского района стал призером национального конкурса «Доброволец России». Республика получила новую партию вакцины от COVID-19. 500 доз, предназначенные для медиков, которые непосредственно работают с коронавирусными пациентами. Вакцинация начнется уже в понедельник, 14 декабря. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщает глава республики. Напомню, это вторая партия. Ранее от коронавируса было привито 42 медработника из красной зоны COVID-центров. В январе планируется начать вакцинацию учителей школ и воспитателей детских садов, а также преподавателей вузов. После этого сотрудников служб жизнеобеспечения в оперативном штабе напомнили, что вся вакцинация будет бесплатной и добровольной. Всего в следующем году в Удмуртии планируется привить от COVID-19 более 450 тысяч человек. Сахар, гречка, масло. Топ-3 продуктов, цены на которые в Удмуртии выросли больше всего. Сегодня в Удмуртстате озвучили динамику цен в этом году. По уровню инфляции республика оказалась на седьмом месте в Приволжском округе. Например, в Самарской области цены выросли на 5,5%, в Пермском крае на 3,5%, а у нас на 4,4%. Это в целом. Отдельные продукты подорожали больше, чем в два раза. На сахарный песок 77%, 57% повышение цен на гречневую крупу и подсолнечное масло 34%. Выросли цены на картофель, муку, хлеб. Подорожали цитрусовые и яйца. В ноябре стоимость минимального набора продуктов питания в Удмуртии составила 3904 рубля. В октябре этот набор был на 3% дешевле, а в начале года на 7%. Рост цен на еду возмутил президента страны. По требованию Владимира Путина в понедельник правительство должно назвать способы сдерживания и регулирования цен на основные продукты питания. А вот плата за капремонт в Удмуртии останется прежней. Об этом напомнили в фонде. Решение не повышать размер минимального взноса в 2021 году приняло правительство региона еще в мае, как меру поддержки граждан в период пандемии. Напомню, сегодня минимальный взнос за квадратный метр в домах без лифта составляет 8 рублей, в домах с лифтом 8 рублей 70 копеек. В Удмуртии взносы на капремонт стали собирать 5 лет назад и впервые размер платы подняли в январе 2020-го менее чем на полтора рубля. Это скомпенсировало влияние инфляции. Призывникам Удмуртии увеличили квоту в полк, расположенный в Кизнере. Служить на родине оставят 80 человек. Это в 4 раза больше, чем в прошлом году. Увеличен набор и в элиту российской армии ВДВ. Как проходит осенне-зимний призыв в республике, расскажет Марина Баль. Следующий номер какой? Призывник за призывником. В Центральном военкомате Удмуртии полсотни человек в день проходят барьерное тестирование на ковид. Здесь берем кровь на ковид, на антитела, на М и G. М – это болеть сейчас, а G – это уже переболевшие. Благодаря экспресс-анализам выявили 6 призывников с бессимптомным ковидом. Их отправили домой на самоизоляцию, как пролечиться снова сюда. И, Ш, Н, И, К. Уже плохо вижу. Через военно-врачебную комиссию в Удмуртии прошли более 7,5 тысяч человек. Годными к службе признаны 67% юношей. Больше всего призывников освобождается по состоянию здоровья заболевание сердечно-студистой системы. Это гипертоническая болезнь, нарушение ритма сердца. Это порядка 15-17%. Эти ребята без пяти минут ракетчики. Форму на деле изучают содержимое вещмешка. К месту службы в Московскую область они отправятся с полным набором провизий и банковскими картами. Сложно сказать насчет настроения, потому что год не видеть человека – это тоже испытание. Но его надо пройти, преодолеть. Все отлично. Настрой серьезный, готовый к бою. Эта команда уедет в Сергеев Посад. Антон Иванов надеется, что служить будет на родине в трех часах езды от дома. Служба в армии мне может дать многое. К примеру, в дальнейшем после армии я могу устроиться в вооруженные силы, служить родине своей, отдавать долги, получать неплохие за это деньги. Вроде как говорят, Кизнер. Да, недалеко от моего дома. В Кизнере дислоцируется инженерно-саперный полк. Туда для удмуртских призывников в этом году увеличили квоту. Сразу в четыре раза. Нам предоставлена такая возможность отправку наших граждан по наибольшему количеству, да, отправить в Кизнер, поселок, ну, грубо говоря, на нашем субъекте, на территории нашего субъекта. А также дополнительно поставлены команды для наших призывников, чтобы по плану отправить. Это воздушно-десантные войска. В воздушно-десантные войска квота выросла в три раза. Всего в осенний призыв республика отправит в армию почти 1400 новобранцев. Компания завершится 20 декабря. Марина Баль, Александр Шарабоков. Новости. В Нижегородской области зафиксирован уже третий случай африканской чумы свиней в этом году. На этот раз в охотхозяйстве Бутурлинского района. Это 700 километров или 9 часов езды от Ижевска. Туда пришел больной чумой кабан. Наше управление Россельхознадзора активизирует проверки свиноводческих предприятий. Их на территории Удмуртии 15. Там содержится более 200 тысяч голов свиней. Еще десятки тысяч выращивают в личных подсобных хозяйствах. Риск заноса смертельный не только для свиней, но и для свиноводческой отрасли инфекции сейчас очень высок. Кабаны активно мигрируют в поисках пищи. Охотники сходили поохотились на кабана. Обувь походили, пришли домой. С этой же обуви пошли к своим свиням. Все, пожалуйста, свыше к африканской чуме свиней в личном подсобном хозяйстве. Управление рекомендует гражданам не закупать продукцию свиноводства на стихийных рынках, в сети интернет. Зараженная африканка и мясо для человека не опасно, но живучий вирус с остатками пищи и отходами может попасть на свиноводческое предприятие. А это стопроцентное уничтожение поголовья и экономические потери, в том числе экспортные. Удмуртия продает свинину в Монголию. В Завьялово может появиться тропа здоровья. Организовать ее предлагают сами жители. Где будет пролегать маршрут, нашим журналистам рассказали авторы проекта. Надо когда ходить, пятками наступаем. Сначала пятками, потом на носочек. И угол локтя должен быть 45 градусов. Елена Агафонова уже три года обучает всех желающих в скандинавской ходьбе. Тренируются вокруг пруда деревни Пычанки, но дорога здесь плохая. Облагородить ее решили по республиканской программе «Наша инициатива». Мы собираемся сделать вход, входную группу деревянную. Так в основном делают. И какие-то знаки навигации, чтобы люди не забудились. Доль пруда и лесопосадки. То есть пейзаж будет меняться. Люди будут дышать свежим воздухом. Тут недалеко будет строиться у нас школа. То есть могут дети потом на уроках физкультуры заниматься. Также лыжами могут бегать. В общем, оздоравливаться. Вдоль экотропы здоровья протяженностью 3 километра планируют сделать освещение. Круглый год здесь смогут заниматься спортом, гулять и взрослые дети. В прошлом году в поселении Завьяловское, куда относятся и Пычанки, реализовали 5 проектов. В этом году вдвое больше. На 2021 год у нас уже 10 проектов. 8 проектов дороги и сельские 2 проекта. В основном у нас дороги. Дорог нет. По микрорайонам дорог нет. Жители микрорайона Солнечный в этом году по программе «Наша инициатива» отремонтировали 2 километра дорог. И снова заявились в программу. В планах отремонтировать еще несколько улиц и построить детскую спортивную площадку. Мы хотим, чтобы это общественное пространство было многофункциональным. То есть в нем, чтобы были и площадки для маленьких детей, и спортивная площадка для того, чтобы можно было заниматься спортом, подвижными играми, как детям, так и взрослым. На участие в региональной программе на сегодня уже заявилось 329 проектов. Это уже на сотню больше, чем в прошлом году. И эта цифра растет. Заявки принимаются до нового года. Елена Абуховская, Вероника Ваулина, Юрий Дроздов. Новости. Житель Дебёвского района Иван Шкляев вошел в пятерку призеров национального конкурса «Доброволец России». Эта новость пришла из Москвы. Свои проекты там защищали около 100 добровольцев со всей страны. Проект Ивана «Пожарный – это призвание» получил грант в размере полумиллиона рублей. Цель инициативы – создать на территории Дебёвского района клуб добровольных пожарных, который объединит уже существующие добровольные пожарные дружины района. Я работаю в районе по чрезвычайным ситуациям и происшествиям. То есть, въезжая на пожары, ДТП, на различные поисковые работы. То есть, я вижу, как работают наши добровольные пожарные. Смотря, как они работают и видя, что у них есть, у меня возникла идея немножко их поддержать. Потому что у них нет элементарного, ну не у всех, конечно, есть какая-то часть боевая одежда спасательной, но большей части их нет. Как распорядиться грантом, Иван уже знает. Деньги будут вложены в приобретение новой экипировки и современного оборудования для добровольцев. А также на их обучение. Всего в Дебёвском районе сейчас 5 пожарных постов. Спасателям помогают 140 добровольцев. Самовар с вековой историей, уникальные серебряные манисты и подарок от Кузибая Герда. Реликии – это часть проекта «Сто чудес Вавожского района». Его придумали в местном краеведческом музее. А вот для чего, объяснили нашим журналистам. Елене Абуховское слово. Она собирала лен своими руками, красила специальными пигментами и шила. Но эту юбку ей не удалось не одеть ни одного раза, потому что она уехала. И она передала ее дочери как семейную реликвию. Семейные реликвии вавожцев сегодня бережно хранят здесь, в местном краеведческом музее. Чтобы собрать в одном месте самые уникальные предметы со всего района, старинные фотографии, предметы быта, краеведы придумали проект «Сто чудес Вавожского района». В нем участвуют и жители из деревни Старожуйо. Прислали вот такой снимок самовара 1882 года. Он был изготовлен на тульской фабрике братьев Баташовых. Самовар «Семейная реликвия» передается из поколения в поколение, как и старинные манисты. Это их семейная реликвия – старинная маниста, которая изготовлена из настоящего серебряных монет. В революционные годы, там при раскулачивании, когда у них, они даже ее прятали где-то в печку, в печную трубу, чтобы ее не достали. И вот так вот они ее смогли сохранить. А эту семейную черно-белую фотокарточку Светлана Щеткина называет подарком от Кузибая Герда. На обороте отчетливо сохранились надписи «1932 год» и фамилии с инициалами. Это родственники Светланы Германовны. Ее предки были хорошо знакомы с Кузибаем Гердом. Он был большим любителем фотографий и во время одной из поездок в Вавожский район запечатлел на свой фотоаппарат всю ее родню. Краеведческий национальный музей имени Кузибая Герда просили. Я им показывала эти фотографии. У них, конечно, загорелись глаза. Они просили у меня. Но я пока не могу расстаться с этими фотографиями. Мне они очень дороги, потому что, во-первых, я знаю этих людей. Это не просто вот мне какие-то старые фотографии достались. А для меня это очень родные и близкие люди. Тем более они в одном экземпляре. А все 100 чудес Вавожского района собрать пока не получилось. Но в проекте уже приняли участие два десятка человек. Конечно же, это популяризация краеведения. А мы со своей стороны хотели бы как можно больше собрать фотодокументов, фотоархивов из частных коллекций жителей Вавожа и Вавожского района. Одной из целей, конечно же, являлось и выявление коллекционеров нашего района. Собранные исторические предметы и фотодокументы из частных коллекций Вавожцев планируют собрать в отдельную музейную экспозицию. Елена Абуховская, Елена Слесарева, Андрей Бусыгин. Новости. На этом я с вами прощаюсь. Хороших новостей.